Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас будет интересная распаковочка заказа с сайта Рандеву. Много-много всего интересного. Расскажу вам про краски, потому что до сих пор мне пишут, что у вас за цвет волос. Покажу вам краски, которыми крашусь в последний год, наверное. Есть много интересных корейских пилингов для головы, будем с вами пробовать их вместе. Декоративочка, уход за кожей, уход за кожей головы. В общем, прям огромная посылочка и очень много ништяков, которые прям вот дешево-дешево. Итак, поехали. Вот она моя коробочка, открываю вместе с вами. Как всегда, все ссылочки вам оставлю под роликом на каждый товар. И помимо всего прочего, обязательно оставляю вам промо-код на скидочку 10%. И не забывайте про накопительную систему скидок, которая действует в этом онлайн-магазине. То есть вы пишите реальные отзывы, вам за это начисляют баллы. Один балл равен одному рублю, и покупки становятся еще выгоднее. Так, все как всегда, смотрите. Просто изумительно упаковано. Пупырочку ее много, чтобы, не дай бог, ничего не повредилось. О, какая красота. Так, пупырку я извлекла. И давайте по порядку. Сначала покажу вам краску, которой пользуюсь. Это Estelle Princess, девчонки. Именно она у меня на волосах последний год. Я беру, в зависимости от наличия оттенков, либо вот эту Princess Chrome XS. Кстати, Chrome это очень классная серия для седых волос. Прямо ее специалисты рекомендуют именно Chrome. Она закрашивает на ура и держится долго. Либо вот эта, просто Princess XS. Русский цвет. Крем-краска для волос. Смотрите, сколько у меня тюбиков. Набрала в запас. Миксую я каждый раз по-разному. В зависимости от того, какие краски у меня остались. Какой оттенок хочу получить. Но обычно это как минимум три оттенка. Какие? Очень люблю оттенок 865. Называется он светло-русый, фиолетово-красный. Именно красный цвет нейтрализует желтизну. Зелень на волосах. И дает изумительный оттенок вкупе с другими. Чистым оттенком. Я не пробовала ни один из здесь присутствующих на волосах. Я всегда делаю микс. По ощущениям, скажем так. Эти краски на рандеву в обилии. Разные оттенки и так далее. И цена адекватная. Их не найдешь просто так. Вот. Дальше у нас вот это Chrome 818. По-моему, я беру его первый раз, девчонки, бликует. Это светло-русый пепельно-жемчужный. Жемчужный отлив на волосиках тоже очень люблю. Буду миксовать. Я не крашу какой-то отдельно. Я всегда миксую. И чаще всего даже не крашу последнее время волосы. А делаю тонировочку. То есть, беру трешку. Оксид такой же у меня есть от Estelle. Замешиваю себе краски, какие мне надо. Прокрашиваю корешки. И через 40 минут просто водичкой эмульгирую на длину. И все. Я вот так, чтобы всю длину, мне кажется, я давно уже не красила. Так, дальше 8,61. Его частенько повторяю. Это у нас светло-русый фиолетово-пепельный. Именно фиолетовый мне всегда нужен, потому что я люблю такой отлив на волосах. 8,71. Это светло-русый коричнево-пепельный. Его, кстати, тоже беру первый раз. Вот именно коричнево-пепельный. Мне интересно, как это будет. И всегда у меня практически, всегда в 99% случаев уровень восьмерки. Так, светло-русый фиолетовый интенсивный 8,66. Вот такая. Вот, в общем, таких 5 красочек в следующем ролике с вами обязательно будем устраивать замес и осуществлять покраску. Я здесь вообще конкретно прошлась по бренду Диваль, девчонки. Вот прям много у меня их продукции, потому что стоит копейки. Я прям зашла по поиску, ввела Диваль. И много-много-много всего набрала. Сейчас покажу. Ну, прям вот все, знаете, 50 рублей, 60, 100. Взяла вот такую расчесочку скелетную обновить. Мне очень нравится именно такой размер. Вот я не люблю, допустим, скелетную расческу Фаберлик, потому что она в 2 или даже в 3 раза шире, ей укладываться неудобно. Я люблю именно вот такие вот узкие. Потрясающая расчесочка. Слушайте, по первым впечатлениям, это Диваль. Да, тоже Диваль. Стоит копейки. Вот как бренд. Сейчас покажу, достану. Правильно называется. Смотрите, вот вверху написаны этикетки Диваль. Можно прям на сайте ввести в поисковике, и вам выдаст. Сейчас прям старые расчески все свои выкину, чтобы места не занимали. И укладку, и расчесываться такой расческой я тоже люблю. Классные и цветные любимые. Так, дальше у Диваль взяла вот такие зажимы. Больше для удобства. Покраски волос. Девчонки, вообще копейки. Не помню, 20 рублей или 40. В общем, ссылки я вам все оставлю. Зажимы у Диваль, кстати, у них как такой, знаете, профессиональный магазин для парикмахеров. Для чего еще там много всего, слушайте. Там вот конкретно, что касается волос, прям очень много всего для визажистов. Для визажистов и маникюрные тоже принадлежности у них есть. У них очень там дешевые фены. Кисточки, вот по-моему, Дивалевские я взяла, да, для макияжа тоже. В общем, зажимы вот такие вот прикольненькие. Они разных цветов для окраски взяла себе. Так, дальше. Тоже чашечка Дивалевская. Вот. Чашечка для окрашивания. Они там разных оттенков. Я прям хочу сейчас все распаковать. Вот такая расческа. Вот такой крабик за копейки. Тоже Диваль. Что сейчас еще из пакетов мне надо достать. Вот такая кисточка для окрашивания. Я себе все обновила. Тоже все Дивалевская. Очень-очень бюджетненько. Разных цветов тоже взяла зелененькую. Так, сейчас распакую. Вот, открыла. Вот такие вот гребешки. Они иногда нужны. Особенно вот мне нужны они Крис причесывать. У нее волосики еще тоненькие, жиденькие. И чтобы собрать ей хвостик, обычно расческа, это прям ну вот все вылетает. А вот такой как раз. Поэтому взяла. Иногда прям вот нужна. Вот такая вот чашечка. Очень, кстати, удобная. Силиконовая дно. Она даже может прилипать, судя по всему, в силиконовые ручки. То я все развожу в таких вот контейнерах всяких. А, нет. Здесь, смотрите, прям с дозировочкой. Ну, кто любит точно отмерять. Я всегда на глаз все делаю. С дозировочкой по миллилитрам, наверное, я так подозреваю. И вот эта силиконовая штучка. Очень хорошая бюджетная чашечка. Так, дальше. Вот такая расчесочка для окрашивания. Мега удобная. Кончик такой заостренный, чтобы разделять попрядно. Вот здесь такой достаточно толстый гребешок, чтобы волосы во время окрашивания не повредить. И интересная кисть. У меня таких еще не было. Она, знаете, такая как гофре. Щетка, точнее, вот эта. Очень-очень мягкая. Классно. Это мы все с вами будем использовать в следующем ролике при покраске. Вот такой вот крабик. Иногда хочется заколоть волосики чем-нибудь мимимично. Маленькие крабики меня не берут. Волосы достаточно густые. А большие все какие-то, ну, не знаю, не очень. Я не люблю, чтобы там какие-то стразы были и так далее. Я люблю, чтобы было красиво и лаконично. Вот как раз здорово. Мне прям понравился. Мягкий такой пластик, но достаточно прочный. Так, едем дальше. Что у нас тут еще от Диваль? Много всего. Вот, смотрите, пилочки, кисти. Я их сейчас все тоже распакую. Покажу. От Капус еще взяла набор пилочек. Был очень бюджетный. Я брала с большим абразивом, девчонки. По-моему... А, вот, 180 на 240 вот эти. Я еще больше брала. Потому что, ну, я опиливаю иногда и кутикулу, потому что она у меня быстро сохнет. И для маникюра гель-лаком нужны с большим абразивом. С таким. Поэтому взяла. Значит, это у нас Капус. А вот как раз пилочки, по-моему, одевали, если я не ошибаюсь. Да, они еще круче. Тут 320 аж на 320. Паковала кисти и пилочки. Кисти Диваль вот в таких вот чехольчиках удобных приходят. Как бы при желании можно оставить там в поездке, брать с собой. Я взяла вот такую вот интересную. Для чего она у нас? Для теней большая она называется. Вот такая вот большая кистика. Очень мягкая. Слушайте, прям мягкая-мягкая. Плотненько набитая. Я, в принципе, все кисти брала для теней. Мега-бюджетные кисточки, девчонки. Прям вот мега-мега. Так, еще она из этой же серии. Вот такая тоже для теней. Можно, кстати, нижний век и даже ей, наверное, подводить. Или крупновато. Попробую, потому что такая достаточно плоская. Немножко скошенная. Класс. Тоже очень мягенькая. И вот такая еще небольшая кисточка. Здесь уже прям такой вот. Она, наверное, совсем дешевая. Мега-бюджетная. Как будто прям там на натуральный материал похож, да? Здесь больше прям на синтетику. Но кисточки это такой расходный материал. Я их меняю в последнее время довольно часто. Поэтому пусть будут. Вот еще деваль пилочку взяла. 180 на 240. Прям такая, слушайте, жесткая-жесткая. Двухсторонняя. Классная. Все тоже было очень дешево. Так, и вот такая вот с большим абразивом. Здесь у нас 320 на 320. Мне кажется, вот это гораздо жестче. Не знаю. Попробую в работе потом. Так, едем дальше. Что у нас тут? Рандеву, как всегда, вкладывают подарочки в заказы. Абсолютно. Девчонки, всем здесь у меня два аромата. Так, Анжелин. Анжелин. Одинаковый, по-моему, или для него и для нее. А, они разные. Touch the Music и Snake the Free. О, как интересно. Сейчас прям попшикую попробую. Ой, какой классный аромат. А второй, чем они отличаются, интересно. Ой, они совсем разные, слушайте. И оба очень интересны. Классно. Так, вот у нас накладная. И едем дальше. Что у меня тут еще интересного? Я заказала свою любимую пасту Sensitive. Это у нас с вами Himalaya. Himalaya. Очень классная паста для тех, у кого чувствительная эмаль. Прям вот присмотритесь. Я ее полюбила, обожаю. Беру теперь постоянно. На рандеву очень много, очень огромный ассортимент Himalaya. Вот прям много-много всего. Я даже не знала, что у них это все существует. Паста нравится. Беру всегда. Последнее время. Так, вот еще коробочку. Я до этого достала. Девчонки, это пэды для очищения. Корейские вроде как. Так, сейчас посмотрим. Вот они у нас. Производитель. Так. Где у нас производитель? Так, это... А, да, вот. Республика Корея. Корейские пэды. Очень интересно. Сейчас откроем, посмотрим. Дальше у меня мой любимый шампунь. Последнее время это Lador. Вот такой вот зелененький. Для жирных волос просто находка. Такое ощущение, что после того, как поможем голову, волос на глаз становится как минимум в два раза больше. Очень люблю. Очень подходит. Просто прелесть. Так, дальше. Решила от Lador попробовать тоже уход за волосами. Взяла вот такую вот масочку. Это у них травяная серия. Вот она так. Значит, маска для волос с экстрактами травяными. Тут всякими разными. Потом от Lador у меня еще вот такая вот малышка, потому что это небюджетная серия на самом деле. Это бальзам для волос. Он у нас, по-моему, идет что-то там вот для объема. Для объема. Я точно помню, я брала. Так, едем дальше. Едем дальше. Дальше у меня вот такой вот интересный шампунь в малышке, потому что у Массил тоже довольно небюджетная продукция. Я решила взять пока попробовать маленький. Это шампунь тоже для объема. Прям вот отзывы вроде вау. Объем тоже вау. Попробуем вместе с вами все потестим. Так, здесь у меня кислотная сыворотка. Сейчас распакую. Вот такой вот корейский пилинг для кожи головы. Сыворотка для волос отшелушивающая. Что за бренд, не знаю. Сейчас с вами откроем, все посмотрим. Еще помню один пилинг маленький брала. От Ладор, да. От Ладор тоже пилинг у нас с вами. Будем делать. Расскажу. Сыворотка для очищения кожи головы 15 мл. Вообще пилинги Ладор вроде как хвалят. Еще, кстати, у меня вот такой вот пробничек крема. Классный. От The Sim. От The Sim мне очень нравится. Пузырьковая маска обалденная. Дальше щеточка зубная для Крестюши. Вот такая вот. 6-8 лет уже беру, потому что она не признает щетки для малышей. Так, и помадка от Focalure. Я очень люблю их декоративку, на самом деле, по большей части. И помадки у них вот такие вот в стиках. И матки изжитовые очень классные. Очень классные. Прям вот мне нравятся. Сейчас потестим, что это за оттеночек у нас с вами. Он у нас 101. Так, девчонки, смотрите, помадку сразу показываю вам. Это невероятно нежная, бархатная текстура. Вот просто как будто, я не знаю, бархатом по губкам помазали. Так, сейчас аккуратненько положу и покажу вам сводчик. Очень классно. Я не ошиблась. Это такой красивый, классический практически, но мега освежающий нюд. Камера вам почему-то его бледнит. Он более яркий. Вот. К дневному свету подошли. То есть он такой с коралловым подтоном. Очень, девчонки, красивый нюд. Мне понравилось. Я потом еще на губках обязательно покажу. Так, вот так выглядит у нас шампунь-массил. Малышечка. Попробуем обязательно, потестим. Так, и сыворотка. Так, фокус, вернись, я все прощу. Достаточно много кислот. Сыворотка от Spivac. Я вообще этот бренд как бы не то, что не уважаю, но я мало что от него пробовала. Сыворотка достаточно бюджетная, но в то же время... Фокус, ты вернешься к нам или нет? Здесь большой процент кислот. Вот смотрите, АХ-30 и БХ-2. Вот, будем пробовать с вами. Это красный кислотный пилинг. То есть он, знаете, сейчас в том году была мода на этот красный кислотный пилинг, и многие начали делать закос на него. Сейчас попробую открыть. Вот, видите? То есть это прям вот действительно красная жидкость. Будем пробовать. Что касается пэдов. Эти пэды это чистый хлопок. Они ничем не пропитаны. Это для очищения лица можно использовать, для тонизирования, если любите ватные диски. Здесь просто очень интересная структура. Они как губочки, но состав 100% хлопок. Их очень много, во-первых, здесь. И они как такие губочки. Вот так мы отрываем. То есть по типу спонжиков для пудры, например, вот с чем могу тактильно сравнить. То есть они невероятно мягкие. Они не вбирают в себя, как производитель заявляет, большое количество средства. И идеально подходят для лучшего увлажнения кожи. В общем, такие интересные вот пэды. Буду пробовать вместе с вами. Так, пока все вам показала, все рассказала. Успаковочка у нас с вами получилась прям такая внушительная. Потому что очень много в этот раз прям товаров заказала. Потому что все мега бюджетно. Ссылочки на все товары оставляю под описанием. Промо-код на скидочку обязательно тоже. Ну а в следующих роликах уже будем с вами все подробненько тестить, рассматривать вблизи и так далее. Всем пока-пока.